Не портите мужчин, не развращайте мужчин, не занимайте им деньги. Если парень не вернул долг, если друг оказался вдруг, пел Владимир Высоцкий. И не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, если парень не вернул долг. Милая моя, теперь Вы можете сделать вывод. Первое, мужчинам не надо занимать. Потому что если Вы слабая женщина, занимаете мужчине сильному, то, скорее всего, он Вам долг не вернет, потому что Вы же слабая. Что Вы можете сделать? Вот если бы он занял у боксера или какого-нибудь у бандита, я уверен, что долг он бы быстро вернул. Потому что боксер и бандит пришел, аккуратненько постучал бы ему в дверь или в лоб и сказал, а долг когда вернешь? Он скажет, да я скоро. Завтра утром вернешь долг. Понял, да? Все, и он бы вернул. Вы же так не сделаете. Что Вы сделаете? Вы такие, ну верни, пожалуйста, мне долг, а когда ты вернешь? Завтра верну. И все. Поэтому мой Вам совет. Не портите мужчин. Не развращайте мужчин. Не занимайте им деньги. Если у мужчины нет денег, и он, ничего у него другого не остается, чем занять у женщины, он самое низшее существо в мужском мире. Это отсутствие, полное отсутствие гордости. Идти к женщине, занимать деньги. Да я, блин, последний ролик с собой продам. Вот. Но не пойду занимать деньги. Я пойду работать. Я голодать буду. Но я у женщины не буду занимать деньги. Потому что это стыдно. Это позор. Это зашквар. Ну вот так у нас сейчас говорят современными. Зашквар это просто. Как ты женщин занимаешь деньги? Давать женщинам деньги? Да, это по-рыцовски. Ты показываешь, что ты сильный мужик, и для тебя деньги не имеют значения. Ну отдал ты последнее. Ничего страшного, я заработаю. Это признак того, что ты уверен в себе. Ты сильный нормальный мужик. И не жалеешь потом. Не читаешь там вот эти вот. Крысятничеством занимался. Надарил женщине подарков. Потом вы разбежались. Потом ты говоришь, слушай, верни мне себе подарки. Блин, ну ты капец. Вот ты крохобор. Вот. Ты крохобор. Может тебе и сперму еще вернуть твою. Ну все в таком духе, знаешь. Смешно просто. Ну на таких смотреть не хочется. Никакой гордости, никакого достоинства. Просто какие-то позорники вообще. Даже говорить о них не хочется. Поэтому не занимайте мужчинам деньги. Но, а что же сделать, что вы заняли? Если вы заняли. Ну милые, сказали, напомнили один, напомнили два. Все. Попрощайтесь. Как говорится, как говорила одна моя знакомая, Богу в подарок. Воспринимайте это как пожертвование. Напишите мужчине. Сделайте красивый жест. Напишите. Я тебе эти деньги, воспринимаю эти деньги как помощь малоимущим. Можешь эти деньги не возвращать. Воспринимай их как помощь малоимущим. Вот и все. Пускай он теперь понимает, кто он такой. Он малоимущий. Он нищий бродяга. Или, говоря, нищеброд. Пускай с этим живет. Ну, если у человека совести нет, то это никак-то его и не заденет, по большому счету. Просто вы знаете, что не надо с ним общаться. Ну, лично мой принцип жизненный, я не занимаю никому, особенно друзьям. Не занимаю. Я могу деньги кому-то отдать. Ну, то есть, вот если ко мне приходит друг и говорит, займи мне там пять тысяч евро. Я ему говорю, вот тебе тысяча, просто возьми и не отдавай. Это я могу тебе просто так отдать. Ну, вот это то, что мое... Но пять тысяч долги разрезают дружбу. Режут дружбу, режут отношения. Поэтому, если у вас есть какие-то близкие отношения, лучше просто окажите какую-то помощь, которую вы можете оказать безвозмездно. И не требует ничего. Это будет лучше, я вас уверяю. Поверьте мне. Вот. Или вообще просто... Я понимаю, что у каждого свои нравственные принципы. Ну, сейчас просто такое время, что нравственные и моральные принципы сейчас не на самом высоком уровне. Люди не боятся ни кары божьей, ни судов, ни совести. Таких людей честных осталось очень мало. Ну, все мы честные. Все, кто сейчас смотрят, все думают, мы-то честные. Ну, да. Вот так же думают и все остальные.